Елена с супругом и сестру вечером 22 августа были на встрече с жителями одного из кандидатов в народный хурал Бурятии Александра Борданова. Девушка рассказывает, беседа быстро закончилась и они уже пошли домой. Я вот с подружкой разговаривала по телефону, поворачиваю голову и смотрю, у него здесь машина стояла, он задом сбивает девочку. Девочка под машиной, он прямо наезжает на велик, я думаю, господи, и он главное не видит ни в зеркала, ничего, он даже не останавливается, он продолжает ехать, давит эту девочку. И все, я кричу, стой, подожди, куда едешь, я ему кричу. Девочка вторая, подружка у нее кричит, он в итоге останавливается. Елена сразу подбежала к девочке, та была в шоковом состоянии. Александр Борданов ребенку не помог. Дал ей визитку и сказал, что купит новый велосипед. Видимо, посчитав, что на этом инцидент исчерпан, кандидат уехал. Вспоминают события этого дня очевидцы. Я потому что, когда домой приехала после всего этого, потом уже сообразила, что произошло на завтрашний день, я пошла, получается, в полицию. Написала заявление, что было ДТП совершено. Этот факт подтверждают и в самом ведомстве. 23 августа в полицию поступило сообщение от гражданки о том, что вечером 22 августа она стала очевидцем происшествия во дворе жилого дома по улице Ключевской, 82. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление личности возможной потерпевшей. Елена сама мама двоих ребятишек. Теперь не может спать спокойно и корит себя за то, что не вызвала скорую и ГИБДД. Девушка надеется, что инцидент расследует и просит, чтобы родители ребенка вышли с ней на связь. Она предполагает, что они просто боятся. Ведь после ЧП она решила узнать подробнее об Александре Барданове. Он сказал, что я депутат Народного хурала 5-го СССР, я заботча о своем народе. Отмечу, заботливый Александр Барданов пока только кандидат депутата Народного хурала и действующий депутат городского совета. Он не раз становился фигурантом скандалов. От прессинга на предпринимателя до откровенной драки. Сталкивались с ним и журналисты нашей телекомпании. Александр Николаевич путался и не мог ответить на самые простые вопросы. Вы, видимо, это место не знали, да? Вопрос какой-то странный. Давайте по новой. Нормально себя ведите? По новой. Нормально? Давайте камеру выпущем, Олег. Очевидно, хамство и мелкие правонарушения для Александра Барданова – норма. Но сбить ребенка и скрыться с места ДТП – новый уровень. Здесь деньгами не отделаешься. Можно и сесть. И далеко не в кресло депутата Народного хурала.